Привет, друзья! Новая рубрика, у которой пока нет названия, в формате, так сказать, говорящей головы. Буду рассказывать о том, что произошло. Пока не знаю, с какой регулярностью, но сейчас вот экспериментируем. Итак, поехали! Начнем с темы виски. Этой осенью очень много всяких крутых ребят приезжало в Россию. Это ирландцы, которые приезжали на крепкий мир от самых разных линокурин, новые бренды, которые изначально неизвестны. Крутейшие чуваки с кучей мастер-классов. Было там 8 мастер-классов в Ирландии. Крутейший бренд на массадоре, Вэми Смоулт. Сын владельца Килхомэн, экспорт-менеджер, приезжал. Приезжал великий Ричард Нос Паттерсон, который главный селебрии шотландского виски. Короче, крутых людей приезжало много и это хороший крутой тренд. Я надеюсь, что дальше будет как минимум не хуже. И, внимание, ребята, которые занимаются Гленмор и Джард Бек, приводите сюда Билла Ламсделла обязательно. И еще какие-нибудь ребята, не знаю, например, Вильд 21, приводите сюда Чарльза Маклина. Этих двух великих людей давно не было в России. Ждем. То касается еще одной темы, касаемой виски. В Москве открылись и запустились некоторые прикольные темы. Во-первых, открылся первый в Москве виски-отель. Больше 160 позиций виски. Сергей Халецкий, организатор фестиваля «Крепкий мир». Там занимается виски-карта. Это, похоже, номер один место по ассортименту виски, которое можно заказать по меню. И это не единственная новость на рынке карт виски Москвы. Еще появился новый клуб, который называется «Ви Виски Клаб», который в пабе «Газон Бирс» собирается примерно раз в месяц по понедельникам. Поэтому в мире виски-сообщество тоже происходит прикольный движ, что, безусловно, радостная новость. Присоединяйтесь к клубам, пока не поздно. Посещайте места. Кстати, к клубу на заре присоединиться – это очень хорошая идея. Ну и скоро про виски-места, я надеюсь, будет мой большой материал. Я над этим работаю, поэтому ждите и идите в виски клуба. Пиво. Что хочешь сказать про пиво? Про пиво хочешь сказать, что пивные движухи, главным образом, фестивали – это круто. Прошел зимний, точнее осенний, потому что зима еще, в общем, только наступает, крафт-депо. И печально, что мало пока зимних фестивалей, но есть большой позитивный тренд на фестивали в будущем году. Летом будет впервые фестиваль «Сидоров», вам инсайд раскрываю. В июле планируется первый в России фестиваль «Сидоров». Кроме того, есть инициативные товарищи, которые планируют провести пивные фестивали, не по крафту, крафтовых уже несколько есть. А по теме Англии, по Ирландии, фестивали напитков из этих стран, пиво, виски, главным образом с фокусом на пиво. И это здорово. Ждем в 2020 году фестивали. Все, кто что-то планировал делать, не забываем делать фестивали. Мы ждем. Плохие новости тоже есть, к сожалению, на пивном рынке. Недавно встречалась с одной крупной пивной компанией, к сожалению, есть такие цифры, что продажи разливного пива в онтрейд, хорика, как угодно можно называть бары, пабы, рестораны, к сожалению, сокращается. И это очень печальная новость. Все, кто у вас пьет не пиво, переводите на пиво. Все, кто пьет не в барах и пабах, а не пойми где, введите в бары и пабы. Надо улучшать статистику. Мы в конце практически списка стран мира по соотношению тому, сколько пьется в барах и сколько пьется из магазинов. Только 10, буквально 15 процентов, а то и меньше пьется в заведениях. Во всех остальных странах соотношение не такое трагичное. Ребята, все в бары, все в пабы, надо повышать культуру. Ну и про пабы несколько новостей. Значит, один из главных трендов, мне кажется, года – это развитие темы пабных квизов по пабным пивным алкогольным тематикам. Помимо Твиттенстаута, Митя Ус, бармен Моллеса провел уже больше 40 квизов, 40 в Моллесе, некоторое количество в Майкле Коллинзе. Я начал проводить квизы в пабе Three Tans ежемесячно. Это круто. Паб-квизы именно по теме пива, виски, пабы и пабная культура. Мне кажется, это тема, которая повышает культуру. Здорово, что это есть. Ходите на квизы, ходите к Усатому, ходите ко мне, ходите в Твиттенстаут. Что-то я сейчас тяжело без перерыва. Помимо этого, этот год грустен тем, что, к сожалению, закрытий, по моим наблюдениям, на рынке пабов и баров в Москве произошло больше, чем открытий. Кроме того, что ходите, снова сказать, ходите в бары и пабы, конечно, немного чего есть сказать, но могу сказать, что открылись все-таки несколько новых прикольных заведений. Это, например, 16 Tons спустя больше 20 лет открыл второе заведение в Москве на Старом Арбате. Охрененно красивое место очередной раз открыл Pub Life. Это паб-театр с реальными театральными перформансами. IB Players. Некоторые крафтовые прикольные заведения. Тема с приличными рюмочными потихонечку растет. Поэтому, ребята, надо ходить. А все, кто открывает прикольные пабы, продолжайте открывать. Нас должно быть много всех вместе. И тех, кто поет, и тех, кто пьет. Ну и напоследок хочу сказать, что я тут провел одну встречу. Попытался собрать всех владельцев и управляющих пабами и барами Москвы. Ну, как всех. Кого можно было попытаться собрать на этапе таком? Собрались, конечно, не все. Но встреча прошла, мне кажется, удачно. Поэтому я думаю, что это первый шаг к тому, чтобы появлялась комьюнити тех, кто делает мир пабов этого города. И, возможно, будет какая-нибудь ассоциация, будут какие-то инициативы, будут какие-то встречи. Это здорово, потому что любая отраслевая движуха, любые отраслевые объединения двигают и развивают рынок. А я очень надеюсь и верю, что рынок будет расти. Поэтому ходите в пабы, ходите в бары. Встретимся на просторах пабов Москвы. Всем пока!